Когда я впервые прочел эти слова, у меня мурашки побежали по коже. Фильмы ужасов и христианства. Насколько вообще совместимы эти два понятия? Давайте попробуем разобраться сегодня. Лично в моем окружении очень большое количество друзей и знакомых христиан. И вы знаете, многие из них любят пропустить стаканчик свежевыживатого сока с друзьями во время просмотра нашумевшего хоррора. И поверьте, я не буду в этом видео никого осуждать, да и не имею по сути такого права. Просто хотелось бы вместе с вами поразмышлять, честно поговорить на эту тему. Насколько было бы интересно узнать причины, мотивы, почему ты смотришь фильмы ужаса. Возможно, просто потехи ради или из-за отсутствия альтернативы. Возможно, это у тебя тест на смелость или ты боишься отстать от трендов. Не знаю, может быть, не хватает тебе адреналина в жизни. Ровным счетом, любопытно было бы услыхать причины, по которым другие люди принципиально не смотрят кино такого жанра. Почему? Потому что вам просто страшно или потому что вы думаете, что это грех и боитесь наказания от Бога? Или вам просто неловко перед пастором? Напишите в своих комментариях, вот что вы думаете по этому поводу и по каким причинам смотрите или не смотрите страшилки. Теперь позвольте поделиться двумя короткими мыслями на эту тему. Для начала я прочту определение из Википедии. Фильмы ужасов – это тематический, обширный и разнообразный круг фильмов, призванных вызвать у зрителей чувство страха, тревоги и неопределенности, создать напряженную атмосферу ужаса или мучительного ожидания чего-либо ужасного, так называемый эффект suspense, от английского неопределенность. И так как вы слыхали, фильмы ужасов были созданы для того, чтобы окунуть человека в атмосферу страха, ужаса и неопределенности. Если ты атеист, неверующий, то для тебя эта фраза не несет никакой смысловой нагрузки. Если же веришь в Бога и стараешься жить по библейским принципам, то тут есть над чем поразмыслить. Ведь одно из основных преимуществ христианства – это возможность получить мир и покой в Иисусе, даже уже здесь, на этой греховной земле. Библия неоднократно упоминает об этом. Например, в книге пророка Исаии говорится «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире». Сам Иисус говорил, что «Придите ко мне, все труждающиеся и обемененные, и я успокою вас». Он не говорил «Придите ко мне, и я напугаю вас до потери пульса, не знаю, вселю в ваше сердце страх, ужас». Нет. Он говорит, что в его присутствии мы будем обретать мир, утешение, умиротворение, покой. И что же тогда получается, дорогие мои? Выходит, утром мы идем в церковь, чтобы просить у Бога о благословении, о мире в нашей семье, а вечером того же дня завалимся перед монитором компьютера, чтобы посмотреть какой-то жуткий, щекочущий нервишки фильмец, после которого еще три недели будем бояться оставаться дома одни. Что это получается? Не попахивает ли вам это каким-то, ну, лицемерием или, простите, глупостью в конце концов? В чем-то мы, возможно, не разобрались. И что вы думаете по этому поводу? Далее еще интереснее. Вы наверняка не раз обращали внимание на названия фильмов-страшилок. Хэллоуин, Чужой, Зловещие мертвецы, Черное Рождество, Ночь живых мертвецов, Живая мертвечина, Крик, Деревня проклятых, Войх, Дрожь, Изгоняющий дьявола, Восстающий из ада. И это только выжимка из 50 лучших ужастиков, по мнению Кинопоиска. Как вы думаете, каков первоисточник фильмов с подобными названиями? Возможно, это сам бог в гневе на человечество решил вдохновить голливудских режиссеров на съемку подобных кинолент. Сомневаюсь. Если старушка Википедия не врет, то самый первый фильм ужасов, который был отснят еще в далеком 1896 году, имел название «Замок дьявола». Лично для меня это не просто название фильма, а некая ссылка на адрес автора всей страха индустрии. Так вот, моя мысль заключается в следующем. Когда фильм ужасов смотрит атеист, он, разумеется, вредит своей нервной системе, он засоряет свой мозг всякой дрянью и все дальше уходит от бога. Но когда такой фильм смотрю я, как христианин, я осознанно захожу на территорию врага, на сатанинскую территорию, тем самым давая ему повод, основание придавлять на меня свои права. Посмотрите, что говорит об этом Библия. Давайте вспомним двух очень известных персонажей – Давид и Саул. Первый – он держится подальше от ужасов врага. Второй – заходит на его территорию. Давид пишет в своем 54-м псалме такие слова. «Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы». Далее в 17-м тексте он продолжает. «Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня». Мы видим, что Давид искал мира и покоя в Господе. Саул же, теряя связь с Богом, однажды решил зайти прямиком в гости самому дьяволу. Когда ему нужно было получить совет перед очень важной битвой, он волновался по этому поводу, и он подумал, что стоит пойти к волшебнице, раз Бог молчит. Я не буду сейчас пересчитывать полностью всю эту историю. Если вы ее не знаете или хотите возобновить свою память, я обязательно оставлю ссылочку в описании, где вы можете прочесть это более детально в Библии. А сейчас я хочу прочесть завершение этой истории. Сказано. «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл Слово Господне, и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он умертвил его и передал царство Давиду, сыну Иесееву». Когда я впервые прочел эти слова, у меня мурашки побежали по коже. Господи, неужели все настолько сильно имеет значение? Туда, куда мы ходим, что мы смотрим? Неужели это так может отобразиться на нашей жизни в будущем? После этих мыслей я остановился и сказал так, стоп. Неужели это реально, чтобы, например, во время просмотра фильма ужасов, там верующий человек умер бы на месте, да, или там после того, как посмотрел его? Не знаю, может быть, такие случаи и есть, друзья, но суть реально не в том. Но, ведь принцип заключается в следующем. Если ты верующий человек и заходишь осознанно на территорию врага, ты рискуешь потерять что-то большее, чем просто свою земную жизнь. Ты можешь утратить свою веру, свои принципы и в результате лишиться вечной жизни. Ты будешь сам лично решать, смотреть тебе такие фильмы или нет. Это твое право, это твоя свобода. Безусловно, мне было бы очень интересно услыхать, что ты думаешь по всему этому поводу, по всему вышесказанному, и напишешь это в комментариях. Это будет очень полезно для меня, я уверен, для остальных. Напоследок хотелось бы сказать такую простую вещь. Если в твоей жизни не хватает адреналина, экстрима, и тебе очень хочется смотреть фильмы подобного жанра, то попробуй как альтернатива встать на колени и помолиться к Господу, радикальной молитвой, сказав, Боже, вмешайся в мою жизнь, добавь в нее красок, сделай ее более интересной, ты увидишь, что будет происходить. Только делай это в том случае, если ты не боишься больших перемен. Помни, родной, Бог тебя ни в чем не ограничивает. Он лишь хочет забрать от тебя то, что реально разрушает твою жизнь. Что ты ответишь ему сегодня? Привет, родные, с вами Олег Боков. Огромное спасибо за то, что вы так активно поддерживаете идею данного канала. Спасибо за ваши прекрасные комментарии, они очень вдохновляют. Как это приятно осознавать, чувствовать, что вокруг столько много верующих ребят, которые хотят вместе общаться, делиться опытом. Это правда потрясающе. Продолжайте делиться видео с вашими друзьями, подписывайтесь на канал. Также пишите в комментариях темы, которые вам интересно было услышать в подобных выпусках. Давайте вместе расскажем всему миру, что с Богом намного круче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова